МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где находятся выпускники, установлены камеры видеонаблюдения, идет прямая трансляция, то есть отслеживаются все передвижения, движения, которые в аудитории происходят. Новшество этого года выпускники могут выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике – базовый или профильный. В случае получения неудовлетворительного результата ребята могут изменить уровень экзамена для пересдачи в резервные строки. Результат экзамена базового уровня учитывается при выдаче аттестата о среднем общем образовании, а результат экзамена профильного уровня. Помимо права на получение аттестата, учитывается вузами в качестве вступительных испытаний и результат базовой математики вузами в качестве вступительных испытаний не учитывается, рассказал Андрей Пастульгин, замдиректора Центра качества образования. Еще одно новшество – ЕГЭ по китайскому языку. Его сдавали выпускники впервые. Несмотря на то, что изучение китайского в приморских школах достаточно популярно, смельчаков, которые отважились сдать российский госэкзамен на знание китайской грамоты, оказалось совсем немного. В Приморье экзамен писали 15 человек, а во Владивостоке всего пятеро. Всего дается три часа на 40 заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности. Минимальный порог для сдачи – 22 балла. Я изучаю китайский язык более девяти лет. То есть на данный момент у меня имеется сертификат международной квалификационной HSK пятого уровня. То есть это уровень уже студента, проучившегося в Китае более четырех лет. Да, безусловно, китайский язык, он очень сложен в плане грамматики, в плане писания иероглифов. То есть, допустим, пример уже привести, что в английском языке там буквы есть, а в китайском языке может один иероглиф иметь несколько значений. И в том же плане то, что в китайском языке есть тональность, то есть четыре тона. И в зависимости от того, какой тон, то значение тоже слово меняется. То есть, безусловно, изучать очень трудно, и если человек собирается изучать китайский язык, то он определенно должен знать, на что он идет. Русский язык сдавали в два этапа. В декабре ребята писали сочинение, которое являлось допуском к главному тестированию. Само тестирование проходило 3 июня. В региональную информационную систему внесены сведения об 11 596 участниках. Из них 10 268 – выпускники текущего года, 1023 – выпускники прошлых лет, 379 – ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники специальных учреждений. Согласно порядку, за час до вскрытия пакета заданиями ученики должны собраться по номерам аудитории, пройти перекличку «Паспортный вещевой контроль». Перед тем, как попасть в аудиторию, выпускники обязаны пройти через рамку металлоискателя. С каждым годом контроль над ребятами только усиливается. Так, в социальной сети Instagram приморцы поделились скриншотами сообщений от людей, которые следят за экзаменуемыми при помощи камер видеонаблюдения, установленных в аудиториях. Если факт списывания будет зафиксирован, на ученика составляются акты, его удаляют. Вопрос о сроках пересдачи принимается Государственной аттестационной комиссией. Понятно, что не все выпускники чувствуют себя уверенно. Те, кто, казалось бы, длинно готовился, не показывают тех результатов, которые на них ставят болельщики. Потому что ЕГЭ – это как в спорте. Нужно здесь и сейчас собраться и подтвердить свои умения, знания, навыки, которые на протяжении стольких лет в тебя вкладывались. Выпускники по-разному относятся к ЕГЭ. Одним госэкзамен кажется довольно интересным методом итоговой аттестации, ведь задания с каждым годом меняются и усложняются. Другие считают несправедливым проверять знания тестами, ведь тестирование – своего рода лотерея. Правильные ответы можно выбрать наугад. Настроение, в общем, неплохое, в принципе. То есть, как бы, ну, я не переживаю, как и, в принципе, мои одноклассники, наверное. Вот, потому что все готовились к профилю, потому что без него ты никуда не поступишь, ну, в нормальный вуз. Вот, и, ну, готовились все на сайтах, там, Решу ЕГЭ и подобными. Все нацелены на победу. Ну, лучше с плохим сюда вообще не приходить. Подготовка проходила долго, волнительно, но нужно просто очень много заниматься. Я выбрала профильную математику, потому что она требует совбуз, в который я хочу поступить. Вот, и, ну, в принципе, можно выбрать и то, и то, но все-таки лучше выбирать профиль, больше шансов поступить. Настроение волнительное, в основном хорошее, конечно. Готовились в последний месяц достаточно упорно, а так, ну, в принципе, к экзамену, можно сказать, готов на баллов 7 месяцев. Несмотря на оптимистичный настрой, для многих школьников единый госэкзамен – огромный стресс. Если раньше выпускник мог сдать неудачно выпускной экзамен в школе, у него все равно оставался шанс хорошо сдать вступительный экзамен в УЗ. Количество баллов, набранных на ЕГЭ, либо открывает перед выпускником престижные вузы страны, либо заставляет отказаться от мечты. Волнение школьников сказывается на их эмоциональном состоянии. Так, 27 февраля выпускница изувечила себя. Решилась на такой шаг из-за страха не сдать ЕГЭ. Нужно, конечно, смотреть, наблюдать за эмоциональным состоянием своего подростка. Как понять? Он начинает плохо спать, он может плохо есть, или наоборот у него компульсивное переедание появляется. Он может замыкаться в себе, либо закрываться в комнате много плакать, либо появляются какие-то психосоматические проблемы, то есть частые болезни, например, или аллергические какие-то заболевания. В общем, есть признаки стресса сильного, который ребенок не выдерживает, в общем-то. И даже вплоть до депрессивного состояния. То есть, когда мы видим, что он апатичен, у него нет мотивации уже даже и учить это ЕГЭ. Специалисты советуют не давить на ребенка, поддерживать его и не делать катастрофы в случае неудачной сдачи. И помнить, что интеллектуальное развитие ребенка, конечно, важно, но более значимо его здоровье и эмоциональное состояние. Напомним, что в 2019 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный с 20 марта по 10 апреля, основной с 27 мая по 1 июля и дополнительный с 3 по 20 сентября. Катерина Матвеева, Алексей Заровный, Сергей Тулатиев. Новости на 8. Новости на 8.